Иное измерение русской культуры Антон Павлович Чехов Остров Сахалин Читает Евгений Бразов-Бружковский Глава третья Краткое содержание Перепись Содержание статистических карточек О чем я спрашивал и как отвечали мне Изба и ее жильцы Мнения ссыльных о переписи Чтобы побывать по возможности во всех населенных местах И познакомиться поближе с жизнью большинства ссыльных Я прибегнул к приему, который в моем положении казался мне единственным Я сделал перепись В селениях, где я был, я обошел все избы И записал хозяев, членов их семей, жильцов и работников Чтобы облегчить мой труд и сократить время Мне любезно предлагали помощников Но так как делая перепись я имел главную целью не результаты ее А те впечатления, которые дает самый процесс переписи То я пользовался чужой помощью только в очень редких случаях Эту работу, произведенную в три месяца одним человеком Сущности нельзя назвать переписью Результаты ее не могут отличаться точностью и полнотой Но за неимением более серьезных данных ни в литературе, ни в сахалинских канцеляриях Быть может пригодятся и мои цифры Для переписи я пользовался карточками, которые были напечатаны для меня в типографии при полицейском управлении Самый процесс переписи заключался в следующем Прежде всего на каждой карточке в первой строке я отмечал название поста или селения Во второй строке номер дома по казенной подворной описи Затем в третьей строке звание записываемого Каторжный, поселенец, крестьянин и ссыльных, свободного состояния Свободных я записывал только в тех случаях, если они принимали непосредственное участие в хозяйстве ссыльного Например, состояли с ним в браке, законном или незаконном И вообще принадлежали к семье его Или проживали в его избе в качестве работника или жильца и тому подобное Званию в сахалинском обиходе придается большое значение Каторжного, несомненно, стесняет его звание На вопрос, какого он звания, он отвечает – рабочий Если же до каторги он был солдатом, то непременно добавляет еще к этому И солдат, ваше высокоблагородие Отбыв, или, как сам он выражается, отслужив свой срок, он становится поселенцем Это новое звание уже не считается низким потому, что слово поселенец мало чем отличается от поселянина Не говоря уже о правах, какие сопряжены с этим званием На вопрос, кто он, поселенец обыкновенно отвечает так – вольный Через десять, а при благоприятных условиях, оговоренных в уставе о сыльных Через шесть лет поселенец получает звание крестьянина из сыльных На вопрос, какого он звания, крестьянин отвечает не без достоинства, как будто уже не может идти в счет с прочими и отличается от них чем-то особенным «Я крестьянин», но без прибавки из сыльных Я не спрашивал сыльных о прежнем их звании, так как по этому пункту в канцеляриях имеется достаточно сведений Сами они, кроме солдат, ни мещане, ни купцы, ни духовные не распространяются насчет своего утерянного звания, как будто оно уже забыто А называют свое прежнее состояние коротко – волей Если кто заводит разговор о своем прошлом, то обыкновенно начинает так «Когда я жил на воле?» и так далее Четвертая строка – имя, отчество и фамилия Насчет имен могу только вспомнить, что я, кажется, не записал правильно ни одного женского татарского имени В татарской семье, где много девочек, а отец и мать едва понимают по-русски, трудно добиться толку и приходится записывать наугад И в казенных бумагах татарские имена пишутся тоже неправильно Случается, что православный русский мужичок на вопрос, как его зовут, отвечает, не шутя, Кару Это бродяга, который по дороге сменился именем с каким-то немцем Таких, помнится, записано мною двое – Карл Лангер и Карл Карлов Есть каторжный, которого зовут Наполеоном Есть женщина-бродяга Просковья, она же Мария Что касается фамилий, то по какой-то странной случайности на Сахалине много Богдановых и Беспаловых Много курьезных фамилий – Шкандыба, Желудок, Безбожный, Зевака Татарские фамилии, как мне говорили, сохраняют и на Сахалине, несмотря на лишение всех прав состояния, приставки и частицы, означающие высокие звания и титулы Насколько это верно, не знаю, но ханов, султанов и оглы записал я немало У бродяг самое употребительное имя Иван, а фамилия – Непомнящий Вот несколько бродяжеских прозвищ Мустафа – Непомнящий Василий – Безотчество Франц – Непомнящий Иван – Непомнящий – 20 лет Яков – Беспрозвание Бродяга Иван – 35 лет Это число составляет часть фамилии В действительности ему 48 лет Человек неизвестного звания В этой же строке я отмечал отношения, записываемого к хозяину – жена, сын, сожительница, работник, жилец, сын жильца и т.д. Записывая детей, я отличал законно и незаконно рожденных – родных и приемных Кстати сказать, приемыши часто встречаются на Сахалине И мне приходилось записывать не только приемных детей, но и приемных отцов Многие из живущих в избах относятся к хозяевам как совладельцы или половинщики В обоих северных округах на одном участке сидят по двое и даже по три владельца и так больше, чем в половине хозяйств Поселенец садится на участок, строит дом и обзаводится хозяйством А через 2-3 года ему сажаются владельцы Или же один участок дают сразу двум поселенцам Это происходит от нежелания и неумения администрации приискивать новые места для поселений Бывает и так, что отбывший каторгу просит, чтобы ему позволили поселиться в таком посту или селении, где усадебных мест уже нет И его поневоле приходится сажать уже на готовое хозяйство Количество совладельцев особенно увеличивается после объявления высочайших манифестов Когда администрация бывает вынуждена приискивать места сразу для нескольких сотен душ Пятая строка Возраст Женщины, которым уже за 40, плохо помнят свои лета и отвечают на вопрос, подумав Армяне из Риванской губернии совсем не знают своего возраста Один из них ответил мне так Может 30, а может уже и 50 В таких случаях приходилось определять возраст приблизительно, на глаз, и потом проверять по статейному списку Молодежь пятнадцати и постарше обыкновенно убавляет свои лета Иная уже невеста, или давно уже занимается проституцией, а все еще 13-14 лет Дело в том, что дети и подростки в беднейших семьях получают отказны кормовые, которые выдаются только до 15 лет И тут молодых людей и их родителей простой расчет побуждает говорить неправду Шестая строка относилась к вероисповеданию Седьмая Где родился На этот вопрос мне отвечали без малейшего затруднения И только бродяги отвечали каким-нибудь осторожным каламбуром или... не помню Девица Наталья Непомнящая Когда я спросил ее, какой она губернии, сказала мне Всех понемножку Земляки заметно держатся друг друга Вместе ведут компанию И коли бегут, то тоже вместе Туляк предпочитает идти в совладельцы к туляку Бакинец к бакинцу По-видимому, существует землячество Когда случалось спрашивать про отсутствующего То земляки давали о нем самые подробные сведения Восьмая строка С какого года на Сахалине? Редкий сахалинец отвечал на этот вопрос сразу, без напряжения Год прибытия на Сахалин Год страшного несчастья А между тем его не знают или не помнят Спрашиваешь каторжную бабу, в каком году ее привезли на Сахалин Она отвечает вяло, не думая Кто ж его знает? Должно в восемьдесят третьем Вмешивается муж или сожитель Ну что зря языком болтать? Ты пришла в восемьдесят пятом Может и в восемьдесят пятом Соглашается она со вздохом Начинает читать И мужик выходит прав Мужчины не так тугие, как бабы Но и они дают ответ не сразу А подумав и поговорив Тебя в каком году пригнали на Сахалин? Спрашиваю я поселенца Я одного сплава с Гладким Говорит он, неуверенно поглядывая на товарищей Гладкий первого сплава А первый сплав, то есть первый доброволец Пришел на Сахалин в тысяча восемьсот семьдесят девятом году Так и записываю Или бывает такой ответ В каторге я пробыл шесть лет Да вот в поселенцах уже третий год Вот и считайте Значит ты на Сахалине уже девятый год? Никак нет За Сахалина я еще в Централе отсидел два года И так далее Или такой ответ Я пришел в тот год, когда Дербина убили Или Тогда Митсуль помер Для меня было особенно важно Получать верные ответы от тех Которые пришли сюда в шестидесятых и семидесятых годах Мне хотелось не пропустить ни одного из них Что по всей вероятности не удалось мне Сколько уцелело из тех Которые пришли сюда двадцать-двадцать пять лет назад? Вопрос, можно сказать, роковой Для сахалинской колонизации В девятой строке я записывал Главное занятие и ремесло В десятой Грамотность Обыкновенно вопрос предлагают в такой форме Знаешь ли грамоте? Я же спрашивал так Умеешь ли читать? И это во многих случаях спасало меня От неверных ответов Потому что крестьяне Не пишущие и умеющие разбирать Только по печатному Называют себя неграмотными Есть и такие Которые из скромности Прикидываются невеждами Где уж нам? Какая наша грамота? И лишь при повторении вопроса говорят Разбирал когда-то по печатному Да теперь знать забыл Народ мой темный Одно слово, мужики Неграмотными называют себя Также плохо видящие глазами И слепые Одиннадцатая Относилась к семейному состоянию Женат, вдов, холост Если женат, то где? На родине? На Сахалине? Слова женат, вдов, холост На Сахалине еще не определяют Семейного положения Здесь очень часто женатые Бывают обречены На одинокую, безбрачную жизнь Так как супруги их живут на родине И не дают им развода А холостые и вдовы Живут семейно И имеют по полдюжине Детей Поэтому ведущих холостую жизнь Не формально, а на самом деле Хотя бы они и значились женатыми Я считал не лишним отмечать Словом Одинок Нигде в другом месте России Незаконный брак не имеет Такого широкого и гласного Распространения И нигде он не облечен В такую оригинальную форму Как на Сахалине Незаконное Или, как называют здесь Свободное сожительство Не встречает себе противников Ни в начальстве Ни в духовенстве А наоборот Поощряется и санкционируется Есть поселения Где не встречаешь Ни одного законного сожительства Свободные пары Составляют хозяйство На тех же основаниях Как и законные Они рождают для колонии детей А потому нет причин При регистрации Создавать для них Особые правила Наконец Двенадцатая строка Получает ли пособие От казны Из ответов на этот вопрос Я хотел выяснить Какая часть населения Не в состоянии Обойтись без материальной Поддержки от казны Или, другими словами Кто кормит колонию Она сама себя Или казна Пособие от казны Кормовое Или вещевое Или денежное Обязательно получают Все каторжные Поселенцы В первые годы По отбытии каторги Богодельщики И дети Беднейших семей Кроме этих Официально признанных Пенсионеров Я отметил Живущими Насчет казны Также и тех Сыльных Которые получают От нее Жалования За разные услуги Например Учителя Писаря Надзиратели И тому подобное Но ответ получился Неполный Кроме обычных пайков Кормовых И жалований В широких размерах Практикуется еще Выточие Таких пособий Которые невозможно Отметить на карточках Например Пособия Преступлений В брак Покупка У поселенцев Зерна По умышленно Дорогой цене А главное Выдача Семян Скота И прочее В долг Иной поселенец Должен в казну Несколько сот рублей И никогда Их не отдаст Но я по неволе Должен был Записать его Неполучающим Пособие Каждую Женскую карточку Я перечеркивал Вдоль красным Карандашом И нахожу Что это удобнее Чем иметь Особую рубрику Для отметки пола Я записывал Только на личных Членов семьи Если мне говорили Что старший сын Уехал во Владивосток На заработки А второй Служит В селении Рыковском В работниках То я первого Не записывал вовсе А второго Заносил на карточку В месте Его жительства Я ходил Из избы В избу Один Иногда Сопровождал меня Какой-нибудь Каторжный Или поселений Забравший На себя От скуки Роль проводника Иногда За мной Или на некотором Расстоянии Следовал Как тень Надзиратель С револьвером Это Посылали его На случай Если я потребую Каких-нибудь Разъяснений Когда я Обращался К нему С каким-нибудь Вопросом То лоб У него Мгновенно Покрывался Потом И он отвечал Не могу Знать Ваше Высокоблагородие Обыкновенный Спутник Мой Босой И без Шапки С моей Чернильницей В руках Забегал Вперед Шумно Что-нибудь Шепнуть Хозяину Вероятно Свои Предположения Насчет Моей Переписи Я входил В избу На Сахалине Попадаются Избы Всякого Рода Смотря По тому Кто Строил Сибиряк Хохол Или Чухонец Но чаще Всего Это Небольшой Сруб Оршин В шесть Двух Или Трех Оконный Без Всяких Наружных Украшений Крытый Соломой Корьем И Редко Тесом Возле Ни одного Деревца Сарайшка Или Банька На сибирский Манер Встречаются Редко Если Есть Собаки То Вялые Незлые Которые Как я Говорил Уже Лают На одних Только Геляков Вероятно Потому Что Те Носят Обувь Из Собачьей Шкуры И Почему То Эти Смирные Безобидные Собаки На привязи Если Есть Свинья То С колодкой На шее Петух Тоже Привязан За ногу Зачем Это У тебя Собака И Петух Привязаны Спрашиваю Хозяина У Нас На Сахалине Все На Цепи Острит Он В Ответ Земля Уж Такая В Избе Одна Комната С Русской Печкой Полы Деревянные Стол Два Три Табурета Скамья Кровать С Постелью Или Посту Прямо На Полу Или Так Что Нет Лежит На Полу Перина И Видно Что На Ей Только Что Спали На Окне Чашка С Обед Ками По Обстановке Это Не Изба Не Комната Скорее Камера Для Одиночного Заключения Где Есть Женщины И Дети Там Как Бы Ни Было Похоже На Хозяйство И На Крестьянство Но Все Же И Там Чувствуется Отсутствие Чего То Важного Прошлого Традиции Нет Красного Угла Или Он Очень Беден И Тускл Без Лампады И Без Украшений Нет Обычаев Обстановка Носит Случайный Характер И Похоже Как Будто Семья Живет Не У Себя Дома А На Квартире Или Будто Она Только Что Приехала И Еще Не Успела Освоиться Нет Кошки По Зимним Вечерам Не Бывает Слышно Сверчка А Главное Нет Родины Картины Которые Я Встречал Обыкновенно Не Говорили Мне О Домовитости Уютности И О Прочности Хозяйств Чаще Всего Я Встречал В Избе Самого Хозяина Одинаково Скучающего Бобыля Который Казалось Окоченел От Вынужденного Безделья И Скуки На Нем Больное Платье Но По Привычке По-арестански И Если Он Недавно Вышел Из Тюрьмы То На Столе У Него Валяется Фуражка Без Козырька Печка Не Топлена Посуды Только И Есть Что Котелок Да Бутылка Заткнутая Бумажкой Сам На Своей Жизни И О Своем Хозяйстве Отзывается Насмешливо С Холодным Презрением Говорит Что Уже Всякие Способы Перепробовал Но Никакого Толку Не Выходит Остается Одно Махнуть На Все Рукой Пока Говоришь С ним В Избу Собираются Соседи И Начинается Разговор На Разные Темы О Начальстве Климате Женщинах От Скуки Все Готовы Говорить И Слушать Без Конца Бывает И Так Что Кроме Хозяина Застаешь В избе Еще Целую Толпу Жильцов И Работников На Пороге Сидит Жилец Каторжный С ремешком На Волосах И Шьет Черки Пахнет Кожей И Сапожным Варом В Синях На Лохмотьях Лежат Его Дети И Тут же В Темном И Тесном Углу Его Жена Пришедшая За ним Добровольно Делает На Маленьком Столике Вареники С Голубикой Это Недавно Прибывшая Из России Семья Дальше В самой Избе Человек Пять Мужчин Которые Называют Себя Кто Жильцом Кто Работником А кто Сожителем Один Стоит Около Печки И Надув Щеки Выпучив Глаза Паяет Что-то Другой Очевидно Шут Сделана Глупой Физиономией Бормочет Что-то Остальные Хохочут В кулаки Хозяйка Лукерья Непомнящая Лохматая Тощая С веснушками Она Старается Посмешнее Отвечать На мои Вопросы И болтает При этом Ногами Глаза У нее Нехорошие Мутные И по Испитому Апатичному Лицу Я могу Судить Сколько На своем Еще Коротком Веку Переиспытала Она Тюрем Этапов Болезней Эта Лукерья Задает В избе Общий Тон Жизни И благодаря Ей На всей Обстановке Сказывается Близость Ошалелого Беспутного Бродяги Тут уж О серьезном Хозяйстве Не может Быть И речи Приходилось Также Заставать В избе Целую Компанию Которая До моего Прихода Играла В карты На лицах Смущение Скука И ожидание Когда я Уйду Чтобы опять Можно было Приняться За карты Или Входишь В избу И намека Нет на мебель Печь Голая А на полу У стен Рядышком Сидят Черкесы Одни В шапках Другие С непокрытыми Стриженными И по-видимому Очень жесткими Головами И смотрят На меня Не мигая Если я Заставал Дома Одну Только Сожительницу То Обыкновенно Она Лежала В постели Отвечала На мои вопросы Зевая И потягиваясь И когда я Уходил Опять Ложилась Сыльное Население Смотрело На меня Как на лицо Официальное А на перепись Как на одну из тех формальных процедур Которые здесь так часто И обыкновенно Ни к чему не ведут Впрочем То обстоятельство Что я ни здешний Ни сахалинский чиновник Возбуждало В Сыльных Некоторое Любопытство Меня спрашивали Зачем это Вы Всех Нас Записываете И тут Начинались Разные Предположения Одни Говорили Что вероятно Высшее начальство Хочет Распределить Пособия Между Сыльными Другие Что должно быть Уже решили Наконец Переселять Всех На материк А здесь Упорно И крепко Держится Убеждение Что рано Или поздно Каторга С поселениями Будет переведена На материк Третьи Прикидываясь Скептиками Говорили Что они Не ждут Уже Ничего Хорошего Так как От них Сам Бог Отказался И это для того Чтобы вызвать С моей стороны Возражение А из сеней Или из печки Как бы В насмешку Над всеми Этими надеждами И догадками Доносился Голос В котором Слышались Усталость Скука И досада На беспокойство И все Они пишут И все Они пишут И все Они пишут Царица Небесная Голодать И вообще Терпеть Какие-либо Лишения Во время Моих Разъездов По Сахалину Мне не Приходилось Я считал Будто Агроном Митсуль Исследуя Остров Терпел Сильную Нужду И даже Вынужден Был Съесть Свою Собаку Но С тех Пор Обстоятельства Значительно Изменились Теперь Ишний Агроном Ездит По Отличным Дорогам Даже В самых Бедных Селениях Есть Надзирательские Или Так называемые Станки Где Всегда Можно Найти Теплое Помещение Самовар И Постель Исследователи Когда Отправляются Вглубь Острова В тайгу То Берут С собой Американские Консервы Красное Вино Тарелки Вилки Подушки И все Что только Можно взвалить На плечи Каторжных Заменяющих На Сахалине Вьючник Животных Случается И теперь Что люди Питаются Гнилушками С солью И даже Поедают Друг Друга Но Это Относится Не к Туристам И Не к Чиновникам В В следующих Главах Я буду Описывать Посты И селения И попутно Знакомить читателя С каторжными Работами И тюрьмами Поскольку Я сам Успел Познакомиться С ними В короткое Время На Сахалине Каторжные Работы Разнообразны В высшей Степени Они Не специализировались На золоте Или угле А обнимают Весь обиход Сахалинской Жизни И разбросаны По всем Населенным Местам Острова Корчевка Леса Постройки Осушка Болот Рыбные Ловли Синокоз Нагрузка Пароходов Все это Виды каторжных Работ Которые По необходимости До такой степени Слелись С жизнью Колонии Что выделять И говорить О них Как о чем-то Самостоятельно Существующем На острове Можно Разве только При известном Рутинном Взгляде На дело Который На каторге Ищет Прежде всего Рудников И заводских Работ Я начну С Александровской Долины С селений Расположенных На реке Дуйки На северном Сахалине Эта долина Была первая Избрана Для поселения Не потому Что она Лучше всех Исследована Или отвечает Целям Колонизации А просто Случайно Благодаря тому Обстоятельству Что она была Ближайшей К Дуэ Где впервые Возникла Каторга Читано по изданию Полное собрание Сочинений Антона Павловича Чехова Издание Второе Том Пятнадцатый Санкт-Петербург Издание Адольфа Федоровича Маркса 1903 Год Продолжение следует...